Салам алейкум Салам алейкум Салам алейкум Здравствуйте 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 Салам алейкум Это восточное приветствие звучало не один раз во второй день визита делегации с Самаркандской области в наш регион, когда гости побывали в селе Константиновка Саратовского района. Приехали они сюда не случайно, чтобы на месте увидеть, как работает система легальной миграции на одном из предприятий региона. Знакомство началось с посещения местной школы, где из 83 учащихся 72 граждане Узбекистана. Пообщавшись с ребятами, взрослые убедились, что учителя здесь делают все, чтобы дети мигрантов быстро адаптировались. Ребята дружат, учат языки, изучают национальные традиции. Миграция миграции, но учеба должна остаться везде учебой. Для детей они везде одинаковые условия должны быть. Спасибо, что такое слово создали. Не в том, что не новая школа, не в этом дело абсолютно. Она чистая, красивая и самое главное, что преподают там и наши учатся. Вот видите как. Тем временем их родители уже не первый год работают в одном из лучших тепличных комплексов района. Так, Амиджан Эргашев – один из почти 300 узбекских мигрантов. Трудится в теплице пятый год. Летом здесь выращивают томаты, зимой огурцы. Живет в Константиновке с семьей и с охотой рассказывает о своей работе. Пять лет работаю уже. У меня семья здесь, жена и один дети есть. Мы здесь сажаем помидор и огурцы. И работа не тяжело, нормально устраиваются у нас. Зарплата тоже. Предприятие постоянно развивается. И сегодня легальные мигранты работают не только в растениеводстве, но и строят новые производственные помещения для теплиц. Глава делегации Самаркандской области Джамшет Ураков пообщался с земляками и отметил, что в этом хозяйстве созданы все условия и соблюдаются права легальных мигрантов. А те, кто приезжает работать в Россию, должны, по его мнению, знать русский язык, соблюдать законы Российской Федерации и обладать трудовыми навыками, чтобы получить хорошую работу. Мы, работая с правительством Саратовской области, будем здесь всячески поддерживать друг друга в этом плане. То есть рабочий должен быть квалифицированным, сознаем русского языка и закону Российской Федерации. Он не должен нарушать закон Российской Федерации. А также работодатель должен тоже соблюдать законы Российской Федерации, вовремя платить зарплату и сделать им достойным жильем. Первый заместитель главы Саратовского района Андрей Шеметов добавил, что подобные предприятия могут служить примером правильного подхода к трудовой миграции не только в регионе, но и в России, когда соблюдаются законы государства и не ущемляются права человека труда. На протяжении 15-17 лет на предприятии работают порядка 268 иностранных работников. Из них 220 человек – это уроженцы Республики Узбекистан. Для них созданы все условия с точки зрения труда, заработной платы, ну и, как мы видели сегодня, и проживания. Дети посещают школу села Константиновка. Они пользуются всеми социальными льготами, предусмотренные для детей Российской Федерации. Они получают бесплатное питание, они получают обучение на русском языке, они пользуются услугами бесплатной медицины. То есть весь комплекс социальных услуг им оказывается в полном объеме. Как правило, коллектив весь стабильный, несменяемый. Каждый год приезжают эти семьи, получают с нашей стороны максимальную поддержку. Ну и как пример трудовой миграции, как она должна строиться у нас на территории Российской Федерации, Саратовской области в целом. В завершении визита делегация из Узбекистана побывала в логистическом центре «Лидер», осмотрела современные складские помещения и обсудила с представителями регионального министерства экономического развития возможности дальнейшего сотрудничества.